Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. На календаре 18 июня, пятница. О том, какую погоду ждать впереди, вы узнаете прямо сейчас. В горах плюс 5, плюс 10. Днем 22, плюс 27. В горах местами 16, плюс 21. В черкеске ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днем 24-26 градусов тепла. Далее мы расскажем о главных событиях, происходящих в жизни республики. В Доме правительства чествовали представители сферы малого и среднего бизнеса. Торжественная церемония собрала представителей самых разных направлений предпринимательства. По инициативе партии «Единая Россия» Карачаево-Черкесия получила 140 новых школьных автобусов. Машины отвечают всем требованиям безопасной перевозки детей. Карачаево-Черкесию Ставропольский край соединит 7-километровый туристический маршрут. Он будет пролегать от замка Коварства и Любви в Кисловодске к Медовым водопадам. В рамках маршрута проработаны пешеходные зоны и велодорожки. Будет рассмотрена возможность движения электрокаров. Если хочешь зарплату больше, чем у министра, то надо получить диплом очень полезного для жизни учебного заведения. В Карачаево-Черкесии высокий уровень оплаты труда предлагают выпускникам колледжа индустрии питания, туризма и сервиса. Сладкие деньги изучал Руслан Каркмазов. Сегодня у этих юных девушек и парней начинается взрослая жизнь. Они выучились, сдают экзамены и дали на работу. И зарплаты им предлагают высокие. И на такую работу блат не нужен. Объявления просто висят на стене. Семен, вот объявление. Нужны пекаре 43 тысячи рублей, кондитеры 38. Скажите, пожалуйста, это реально объявление? Это все реально. Такие суммы получают. И вот вы сегодня выпускник. Скажите, пожалуйста, после колледжа вы рассчитываете на такую зарплату? Да, конечно. В принципе, карьерный рост можно даже и больше получать при желании. Это зарплаты обычного рабочего в цехах или помощник кондитеров или что-то еще. Это обычные работы. Охота за выпускниками – это не только заманчивое объявление. Работодатели сами приходят к ребятам. Вот сегодня в колледж приехала и лидер индустрии общественного питания Карачаева-Черкесии, генеральный директор сети ресторанов быстрого питания «Пицца-Хат» Фатима Исламова. Очень востребованы. Во-первых, они готовят очень высокопрофессиональные кадры. Во-вторых, дети адаптированы к работе, к жизни и с ними легко на производстве. Если кто-то из выпускников мечтает стать не просто волшебником вкусной еды, а владельцем бизнеса, как Фатима Исламова, то в этом колледже научили, как добиваться цели. А скажите, пожалуйста, насколько это реально простому выпускнику, потому что здесь учатся не дети олигархов, открыть какое-нибудь свое маленькое заведение и зарабатывать на этом деньги? Ну, я думаю, если есть цель, то это возможно, потому что можно начать с чего-то низшего и добиться цели. А чего именно низшего? Можно на дому делать торты или какие-нибудь кондитерские изделия. И это начало большого бизнес-пути будет? Да. В Крачево-Черкесии уже пришло осознание, что рабочая профессия позволит достойно жить. И осознали это и родители, и дети. Родители видят, что наши выпускники фактически трудоустраиваются даже по некоторым специальностям, по технологии общественного питания, по поварокондитерам, они вообще на расхват. Почему? Потому что и конкурс на прием по этим специальностям у нас немалый. Как в МГИМО? Нет. Нет. Но у нас есть отбор. Сейчас в этом колледже на каждые два места претендует три абитуриента. Поэтому колледж не умаляет молодежь учиться, а отбирает самых лучших, которых не надо умалять достойно жить. Руслан Куркмазов, Рашид Токов. Вести Крачево-Черкесия. Информационный эфир в 9.00 продолжит тележурнал «Вести Северный Кавказ». Затем публицистические программы. Оставайтесь с нами на канале Россия. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Московский классический театр балета. Валентина Грищенко представляет спектакль «Спящая красавица». 19 июня. Черкесск. Дворец культуры. Ластырика. Удивительное эксклюзивное шоу. 12 июня. В Кисловодском цирке. На манеже пингвины, эквилибристы, кенгуру и легендарный клоун Май. Касса 2.96.58. Субтитры создавал DimaTorzok